На самом деле я обожаю РПТ. Это вот не без листья. В свое время я, обучаясь врача, как врач-психотерапевт, должен обладать многими инструментарием. Я познакомилась с очень многими направлениями психотерапии. Но РПТ меня покорило тем, что результаты мгновенные, действительно, в течение сессии можно получить потрясающие результаты. Это первое. Второе – они достаточно устойчивы. То есть, если изменения произошли, то назад откатов уже нет. То есть, таких флешбеков, которым иногда возвращаются и после работы НЛП, и в гештальте, и в других направлениях психотерапии, то здесь таких вещей нет. РПТ – это современная психотехнология. Это разработка Саймона Иветы Роуз. Это два австралийских автора. И на постсоветском пространстве она известна где-то около 8-9 лет. Есть только 28 тренеров, я насчитала у нее официально в сайте, которые с его разрешением преподают данную практику. Чем она хороша? В принципе, она относится к разряду целительских практик. И в основе этого метода были положены современные открытия в нейрофизиологии, в нейробиологии, в генетике. Кстати, около 20 лет существует новое направление, которое называется эпигенетика. В прошлом столетии говорили о том, что гены рулят. На сегодняшний день уже говорят, что эпигены рулят. То есть, это информационно-программное обеспечение. То есть, если говоря таким привычным компьютерным языком, гены – это железо, а эпигены – это программное обеспечение. Эпиген решает о том, в критические точки, да, есть такие критические точки. Кстати, точка зачатия, точка рождения – это две из таких критических точек, которые есть у человека. Эпигеном в эти критические точки принимает решение, чем вы будете болеть в 40, в 50, в 60 лет. Поэтому, на самом деле, наша жизнь запрограммирована. И эти решения принимают эпигеномы. Вот. Это вот первая разработка, да, эпигеномы. Согласно нейрофизиологии, если брать нейрофизиологию памяти, то условно можно выделить, и в РПТ используется термин как «три ума», можно выделить три отдела головного мозга. Опять же, это условно, поскольку наше сознание работает очень интересно. У нас, если мы говорим «собака», то это не значит, что собака сидит в каком-то комплексе нервных клеток. И ничего подобного. Цвет собаки в одном комплексе, запах собаки в другом, слово «собака» в третьем. И всё это собирается в нашем сознании в виде какого-то образа. И посему восприятие мира у нас абсолютно субъективно, да, через туннель эго. И посему получается, это условно мы можем выделить кору головного мозга, и в частности лобные доли, которые отвечают за нашу логику, за наше поведение здесь и сейчас, за наши принятые, принимаемые решения, за анализ, за синтез. Есть второй отдел мозга, лимбическая система, которая отвечает за наши эмоциональные комплексы, за какие-то вот тоже паттерны поведения, связанные именно с этим, чувственная эмоциональная сфера. И есть очень глубокий комплекс, который называют рептильным мозгом, опять же, это всё очень условно. Это самый древний участок мозга, это гипоталамическая область. Она отвечает непосредственно за хранение информации, которую мы получили по роду. Это наши инстинкты. Там не только наш личный опыт, но это и родовой опыт, это видовой опыт. Его называют мозг рептилий, ибо это та информация, которую... Те инстинкты модели поведения, которые отвечают за выживание нашего тела непосредственно, нас как биологической системы, вот вся эта информация, наработанная всем живым миром, всеми животными, хранится именно в этой части мозга, в рептильном мозге. И отличие РПТ от всех других психотехник, в процессе работы мы активируем все три отдела головного мозга, возвращаемся к первичной травме, которая сформировала и имеет следы непосредственно в этих отделах головного мозга, и мы переписываем. Ибо наша память, она не хранится как в компьютере, в каких-то прямых... в прямом... как сказать... в прямых картинках, что ли, да? Да, как в файлах в компьютере. То есть на самом деле каждый раз, когда мы вспоминаем, мы реконструируем, мы реконсолидируем данную картинку. И она никогда не вспоминается в таком виде, в каком мы ее запомнили. И посему в РПТ, когда мы работаем, мы по трем уровням, по трем умам или по трем отделам мозга, да, мы активировали какую-то психотравму, дальше мы ее отработали, есть там специальная формула признания, мы ее отработали, мы отпустили все негативные эмоции, которые там были заложены, и уже из благостного состояния формируется новая модель поведения, абсолютно другая. И она заново записывается на все структуры головного мозга. Поэтому здесь идет, ну, просто перепись. Это не значит, что я не могу не вспомнить, да, там, какого-то события, которое со мной было. Я могу его вспомнить, но он для меня не будет иметь никакого значения. Это становится очень важной вещью, вот. И это шикарный инструмент для работы, для исцеления, для убирания травм, для оздоровления и собственного организма, и, ну, и в помощи другим друзьям, соседям, близким, родственникам. Ибо есть уникальная возможность достаточно быстро переструктурировать свою личность, вот, по своему собственному желанию. Ну, вообще, вот эта техника, она больше помогает самому себе работать, с собой работать? Или она пригодна для профессионалов? Или она широкий спектр имеет? Она имеет достаточно широкий спектр. Я же говорю, она вывешена или как бы преподается в разряда целительства. И первое, что стоит, это в рамках самопомощи. Вот. Но пройдя три ступени, я могу сказать, что первые две, еще по первым двум самостоятельно можно работать, то по третьей достаточно сложно. Ибо контролировать весь путь, да, потому что надо найти первичную травму, которая является пусковым механизмом для всех других моделей поведения. Так вот, когда ты идешь, то есть найти этот путь и контролировать, и держать в голове всю схему проходки, ну, достаточно сложно. Поэтому мне интересно, когда мы работаем с кем-то в паре. Да, вот я в Киеве обучилась, у нас есть ребята, которым мы по скайпу связываемся. Вот. И в выходные дни мы классненько друг с дружкой работаем. Поэтому то, как меняется состояние, как меняется восприятие этого мира, восприятие себя, ну, это просто потрясающе. Она действительно очень быстро меняет, очень быстро перестраивает. Вот. А вы что, у кого? У Татьяны Кашпур. Это Киев. Вот, я же говорю, на Украине всего два тренера. Один Киев, один Одесса. Вот. И вообще на посоветском пространстве только 28 человек в 18 городах. Как-то он не очень, сам он не очень-то раздает. Право тренерства, преподавания. Но это не столь важно. При желании можно. Я съездила в Киев, провела там добрый месяц и обучилась этой практике. Сейчас с удовольствием помогаю всем желающим избавиться от проблем. И при том он действительно убирает очень разные проблемы и очень мощно убирает. Навсегда. Сауфин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...